Здравствуйте, Сергей Владимирович! Мы сидим во дворе усадьбы Андрея Тимофеевича Болотова-Дворянинова и беседуем с директором этого музея, Сергеем Владимировичем, о его великом земляке. Андрей Тимофеевич был очень талантливым человеком. Его труды известны не только в философии. Он занимался и ландшафтным дизайном, прудовым хозяйством, агрономией. Девять прудов здесь было, да? Здесь, значит, в его время было девять прудов. Каскады прудов насчитывали, с одной стороны, усадьба расположена таким образом, что находится между двух оврагов. И по этим оврагам Андрей Тимофеевич в свое время построил пруды. С одной стороны четыре пруды, с другой стороны три пруда. А какая цель была? Рыбу разводить или просто для украшения усадьбы? Ну, во-первых, он занимался, как вы говорили, ландшафтным дизайном, то есть паркоустроением. Он считал, что это вода, это как бы, ну, омоложение, смытие всех своих вот... Ну, это одна из четырех стихий, во-первых. Да, одна из четырех стихий. Ну, и без нее ничего не растет, без нее нет жизни. Ну, и все-таки основное направление – это рыбоводство. Он в свое время занимался рыбоводством. У него также был вот девятый пруд, который маленький находился. И он в свое время, когда приезжали гости, он вылавливал рыбу с больших прудов, сажал в маленький пруд. А когда уже приходили гости, то есть он подавал к столу всегда свежую рыбу. Причем, что интересно, вы издали, я видел книжечку стихов его, где он посвящает стихотворение каждому пруду. Каждому пруду, огороду, верхнему, нижнему, беседке. То есть отношение к своей усадьбе, ну, как к любимой женщине иногда они относятся, да? Вы знаете, Андрей Тимофеевич не только пруды описывал, он описывал каждый свой куст, который посадил в свое время. Каждое дерево, которое было у него здесь на территории. Он любовался, он любил природу. Он выходил и наслаждался тем, что он жив, и что ему Бог дает еще один день насладиться этой жизнью. Умер он тоже в этой усадьбе? Умер он в этой усадьбе. Значит, получается так, что он умер, мы отмечаем, 18 октября, день его рождения. Но и так же случилось, что трагический день. Он умер за три дня своего дня рождения. И получилось так, что его хоронили в день своего рождения. Он прожил ровно 95 лет. Без трех дней? Без трех дней, да. Без трех дней ровно 95 лет. Ну, о таланте Андрею Тимофеевичу можно говорить много и долго. Единственное, что можно сказать, что это первый человек, который начал внедрять в Россию плановые сады. То есть, он, больший талант его все-таки заключается в агрономии. Он первый русский ученый-агроном. Он ввел семипольный оборот земли. То есть, как бы, если раньше на одном и том же месте сажалась несколько раз одна и та же культура, то он доказал то, что семипольный оборот повышает урожайность. Ну, и, соответственно, засоренность полей становится меньше. Врачеванием занимался. То есть, ну, это очень талантливый человек. То есть, врачеванием с помощью лечебных трав? Да, с помощью лечебных трав. Вот одна из трав, которым он занимался, и каждое утро пил эту траву с медом, это буковица. Вот вы сейчас можете даже ее на огороде посмотреть, и продегустируем чай. Я знаю, что он еще строил Богородицк, да? Был Богородицк в Тульской области для графа Бобринского. Значит, в свое время Екатерина его назначила управляющим Богородицкого дворца. И по его чертежам, по его наставлениям всем, который был построен город Богородицк. Если вы будете из дворца Богородицка смотреть на город, из дворца Бобринского смотреть на город, то увидите лучи, которые... Там большая комната, и каждый луч показывает свою улицу. То есть, ну, это очень красиво. Он же еще и как архитектор. Его можно... Ну, вот поразительно. Восемнадцатый век, действительно, вот мы сейчас говорим об инновациях, но вот Болотов, это был человек-инновация. Вся его жизнь, это была череда инноваций. Вот что это было? Он читал западную литературу? Он знакомился с немецкими книгами? Или все-таки он своим умом доходил до этих изобретений в агрономии, в сельском хозяйстве? Ну, во-первых, прежде всего, конечно, он доходил своим умом. Но и то, что он очень много привез литературы, он читал литературу. Он увлекался литературой. Он, когда приехал с войны... Семилетней войны, да? Семилетней войны, да. Он привез... У него три обоза пришло только с книгами. С сундуками с книгами были. И у него очень была богатая библиотека. Судьба этой библиотеки известна? Судьба этой библиотеки на данный момент неизвестна. Много ей говорили, что книги хранятся и в Москве, и есть в Америке. Семья Андрея Тимофеевича. Вот есть такое поверье, что философ не должен быть женат. Это от Сенеки еще идет, который говорит, ну как вот эта жена будет ворчать, там греметь кастрюлями, а ты сиди и занимайся философией. Вот, по-моему, у Андрея Тимофеевича как раз была обратная ситуация. У Андрея Тимофеевича была обратная ситуация. У него была жена, вот, он рано, ей 14 лет было, когда он женился. Она была из дворянского сосла? Ну, она, да, она из помещища, дворянского, из помещища, вот. Ну, понимаете, вот как бы он сам описывает в своих записках то, что он не нашел помощников своей жене, а больше нашел помощников своей тещи, которая помогала ему во всех начинаниях, которые он начинал и делал. Вот. Андрей Тимофеевич большой след оставил в помологии. То есть он в первом зарисовал более 609 сортов яблонь и груш и несколько десятков вывел сам. Ну, в настоящее время выведен один сорт в честь Андрея Тимофеевича, это болтовская яблоня, это орловский питомник, вывели в 70-е годы. Вот, а у него была болтовка, Андреевка, Павловка, Дворяниновка, то есть вот такие сорта, которые были. Какие-то из этих сортов сейчас произрастают, не сохранились? Не сохранились, ничего не сохранились. Насколько сейчас вот болтов, болтов или болтов, как правильно назвали? Знаете, я все-таки склоняюсь к болотов. Болотов, да, то есть это вот так потомки себя называют, да? Да, это потомок по Павлу Толмачев, он склоняется к тому, все-таки он проводил исследования, сказал, что болотов. Ну, на слуху все-таки болтов. Насколько вот имя Андрея Тимофеевича в Тульской области, может быть, вот в районе известно? Изучают его в школах, там, может быть, названа ли его именем какая-то школа? Ну, вы знаете, в Тульской области, во-первых, Тульская область, это Заугольский район, это ворота с Москвы. И когда все въезжают сюда, обязательность, оно соприкасается с такими великими именами, как Руднев, Поленов, Болотов. Ну, в Туле знают его имя, в Туле названа улица в честь Андрея Тимофеевича. Школы нет, но мы работали над тем, чтобы дать имя Андрея Тимофеевича Тюзу, Театр юных зрителей. Дело в том, что Андрей Тимофеевич, он еще и писал сценарий. Тульскому театру, да? Да, Тульскому театру. Он в Богородицке поставил пьесу, он считается, ну, как бы, опять же, по всем изучениям, то, что он первым организовал и провел пьесы, детский театр. Ну, считаю, то, что он первым в Тульской губернии внедрил все-таки картофель, как второй хлеб. Потому что, ну, опять же, было по вере, что все, что дает из земли, то есть земля произрастает, внутри, вот это считались яблочками. Это не с ним связана история, как он обманул крестьян? Да, это связано. Я хотел сейчас рассказать про эту историю. Значит, когда он начал раздавать крестьянам картофель, они отказывались есть его. Но Андрей Тимофеевич пошел на хитрость, навалил большой бурт картофеля, вот, и на день поставил охрану. Вот, она на чьи снимал. Ну, у нас, как всегда, запретный плод сладок, и крестьяне, когда шли мимо и думали, значит, это нужно все-таки. И по одной, по две картошенки разходилось, и они потом вот так внедрели. Вкусили. Вкусили. Запретный плод, так картошка пошла, да, стала вторым хлебом на Руси, если так можно сказать. Вот, так же вот на усадьбе. Ваша усадьба, она была сделана 250-летие со дня рождения Андрея Тимофеевича Болотова. На территории усадьбы был Спас-Казанский женский монастырь. Его правнучка Андрея Тимофеевича была первонастоятель Шамардинского монастыря. Отец Даниил, тоже правнук, был иконописцем там в Оптинской пустыне. То есть Шамардина, созданная по благословению Старт Самвроси Гринкова, да, было тоже, в общем, связано с Андреем Тимофеевичем и историей его рода. Да, с историей его рода. Вот, ну, на территории здесь был Спас-Казанский женский обитель, который организовался в 1904 году. Вот, и вот именно по благословению здесь была такая Надежда Давыдова, вот, которая именно организовала эту обитель. И когда она обращалась с благословением, они сказали, что на этой земле, это место вымоленное, просто так ничего не бывает. И он дал благословление на это. Это обитель прекратил свое существование после революции? Да, после революции, ну, мы опять же, вот, нашли две настоятельницы, которые были здесь похоронены, просто разогнали, как это было, разрушили все. То есть сейчас на месте поклонный крест? На месте поклонный крест, да, и здесь покоится могила, значит, сам Давыдов, который погиб в 1914 году под Люблиным, и помещик, статский советник Карпов Василь Васильевич, который даровал платформу 132-го километра, сейчас она называлась 132-го километра, раньше она называлась Спас-Казанская женская обитель. То есть сейчас этот скудный обитель, он даровал платформу, чтобы там останавливались, и сюда приходили люди, здесь вот недалеко железные дороги. Ну, вообще, вот когда Чехов покупал свое Мелехово, которое тоже находится не очень далеко от Серпухова, ближе к Москве, да, я знаю, что для него важным фактом было то, что рядом Давидова пустынь находится. При том, что Чехов разночинец и, в общем-то, агностик, то есть он не был практикующим верующим, не был церковным православным, вот, но вот это присутствие монастыря, колокольный звон рядом с поместьем, да, рядом с усадьбой, это был для него важный факт, вот, ну, скажем, такой русский, да, что там нужно покупать усадьбу. Поэтому, вот, когда сегодня наши соотечественники жалуются в той же Москве, вот, безобразие, там, колокольный звон спать мешает, да, понастроили храмов, это, конечно, удивительно, это, наверное, говорит о том, что мы просто вот эту русскость нашу теряем. Потеряли, мы не только уже приземлили эту русскую, мы ее зарыли в землю, понимаете, вот, Андрей Тимофеевич сказал, даже описал одни слова, надо жить в гармонии с природой и Богом. Спасибо большое, но вашими трудами все это постепенно будет воссоздаваться, я надеюсь, и это место снова станет известным для россиян, может быть, благодаря и вот этому сюжету, который увидят тысячи людей на просторах сети. Спасибо большое, будем рады видеть вас в усадьбе, приезжайте в гости, до свидания. Спасибо.